...сбалансированное питание. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Сбывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Программа Очевидец, которая немножечко сместила время своего выхода и теперь выходит по вторникам в 11 часов. С повтором вечером. И сегодня проведу ее я, Олег Пека. Мы поговорим действительно о тех событиях, очевидцами которых стал наш сегодняшний герой передачи. В октябре рижанин Армен Халатян, руководитель портала Митинг ЛВ, отправился в Ереван, чтобы быть вместе со своей родиной в тяжелый для нее час. И, собственно, сегодня мы поговорим о том, почему было принято такое решение. И действительно ли это чувство Родины, какой-то зов предков, который просыпается в человеке, в какие-то драматические переломные моменты истории. Что вот это такое, верность памяти, голосовести, как он просыпается в человеке. Добрый день. Здравствуйте, Армен. Здравствуйте. Ну, вообще сложно об этом говорить, потому что каждая ситуация, на самом деле, всегда нас переплетена с очень многими личными моментами. И то, что остается на поверхности. Вот, началась война в Карабахе, он поехал в Армению. Это все так звучит, может быть, очень так пафосно. На самом деле просто совпадает много разных событий. И просто было очень тяжелое ощущение от всего. И я как-то все переплелось. И действительно, это было такое эмоционально очень сильное. Вот когда началась война, я подумал, а что еще мне нужно, чтобы поехать в армию? То есть вот что еще должно произойти, чтобы все-таки поехать и посмотреть, как там дела. И как-то вот именно не просто поехать как турист, но жить. То есть жить и попробовать, может быть... Ну, на тот момент я допускал вообще все варианты. То есть что я перееду или не перееду, но, по крайней мере, буду жить большую часть, может быть, в Армении. Как-то вот заново узнаю эту жизнь. Потому что я сам родился и вырос в Ереване. Окончил там школу и прожил там до 16 лет. И хотя это кажется, что небольшой срок, но я полностью, как сейчас говорят, был интегрирован в ту жизнь и абсолютно не представлял себе другой. Нет, конечно, представлял, потому что я уезжал и в Москву, там, в пионерский лагерь и знал там, так сказать, большую родину. Но я ходил в школу ереванскую, я учился в спортивной секции, я ходил в музыкальную школу. То есть я был полностью погружен вот в эту реальность. И потом, когда я уже стал студентом, я, конечно, тоже приезжал на лето, вот эта вся связь поддерживалась. А потом уже стал приезжать раз в год. Но тоже так я представлял, то есть все основные этапы, все, что там происходит. Были перерывы и побольше, по нескольку лет я не бывал. Но сейчас в век компьютеров, скайпа тоже это не так ощущается, потому что ты говоришь, ты поддерживаешь связь. Читаешь новости постоянно. Да, новости. Но все-таки вот такого опыта проживания внутри, в глубине, когда ты не думаешь о том, что вот у тебя есть обратный билет, и тебе уезжать через неделю. Вот он был у меня впервые со времен детства. И начался он 7 октября. Вот, по сути, война началась 27 сентября. Я купил билет сразу же. И там была... Сама была история тоже интересная, потому что я летел через Вену. И когда я прилетел в Вену, оказалось, что рейс на Ереван отменили. Вот, и затем уже я там прямо в Вене купил билет через Минск. Вот, сейчас бы я уже не доехал. Вот, а тогда, значит, Белавия летала как раз за всех. И Минск был главным пересадочным пунктом. Ну вот, и полдня, ну, практически ночь я провел в Вене. Тоже очень такое интересное ощущение. Вы меня останавливаете. Да-да-да, это очень интересный рассказ идет. Было очень интересное ощущение, потому что весь низовой персонал в аэропорту – это иммигранты. То есть, и это турки в основном. Причем турки в большинстве, ну, как вот первое впечатление, которые не утратили, которые свежие такие турки. Потому что они друг с другом разговаривают по-турецки. И это было немножко так, но я понимал, что ничего не будет. Меня не выдавал, значит, на такси ваучер турок в бюро. Вез меня турок. Причем он вел меня по каким-то там подвалам этого аэропорта до такси. И я думал, что сейчас меня там отведут и где-то там придушат. Ну, в шутку, конечно, я не думал об этом серьезно. Обратно тоже. Но это так сразу, когда видишь, может быть, свежим взглядом, тоже понимаешь где-то вот эту политику Европы в том числе. То есть, понимаешь, что как бы одной рекомендации из Турции будет достаточно, чтобы парализовать работу не только аэропорта Вены, но вообще куча учреждений, которые просто все пронизаны вот эмигрантами оттуда. И это серьезный фактор. Мы, когда здесь идут дискуссии об эмиграции, там пускать, не пускать и так далее, кого пускать, очень многие не понимают вот это. Очень многие не понимают, что это борьба за влияние, борьба за жизненное пространство, то, что в буквальном смысле она идет очень сильно на юге, и это очень сильно ощущается в той же Армении. Здесь много земли, здесь ты идешь по пустынному пляжу, в Юрмале, в Мангале, значит, это Мангаль-Сали. И мы не привыкли, в принципе, видеть очень много людей из других стран, кстати, если говорить о том, что мы не видим людей другого цвета кожи, других рас, практически это не так часто встречается. Ну, я, знаете, я выскажусь неполекорректно, но я скажу, ну и слава богу, потому что, когда увидите и захочется обратно, обратно, может быть, пути не будет. То есть надо представлять, что в Турции, которая, в общем, очень небольшая по территории, в ней живет больше 100 миллионов человек, то есть это почти как Россия по населению. И эти 100 миллионов, они заперты вот в этих границах. Понятно, что они не могут уйти куда-то в тайгу, в лес, да, там, на Северный Ледовитый океан. Вот они вот там должны жить. Понятно, что когда там большая рождаемость, это не только социологический, это биологический закон, когда много молодых мужчин, это начинается, прет агрессия. То есть надо завоевывать жизненное пространство, ничего личного, это просто на уровне биологии. И время революции, кстати, многие отмечают, что как раз-таки, если вспомнить и Египет, вот волнение, то есть как раз-таки она была вызвана как раз-таки молодежными, вот как, ну, очень много молодежи было. А если еще бросить взгляд назад, 68-й год, все вот эти движения хиппи на Западе, они опять-таки были вызваны бэби-бумом, послевоенным. Это тот же самый вот фактор, который играет. Европа сделала выводы и стала бороться с рождаемостью, я понимаю, да. Потому что, опять-таки, тот же Египет, если я боюсь соврать, ну, по-моему, там живет 80 миллионов человек, и прирост населения гигантский идет за последние годы. И с учетом того, что 25% неграмотные, с учетом того, что половина страны пустыня, ну, понятно, что им просто надо пространство, да. И там идет борьба за каждый клочок. Если ты как-то чуть-чуть отвернулся, на твое место уже встали. И это не так, ой, здесь...